Знаете, я вижу вокруг себя людей, я вижу вокруг себя служителей, и я вижу эту разницу, когда Бог делает, а когда человек сам это делает. И вот Саул, он старался сам сделать своё царство, он старался, да, изначально он был избран, но потерял это помазание, потерял это избрание, и в итоге он продолжил своими силами это делать. А Давид, Давид был избран, Давид был помазан, и он остался верен в этом помазании, и Бог делал его царство. Когда Бог тебе даёт, он даёт переливание через край. Когда Бог утверждает твоё царство, когда Бог даёт тебе, когда Бог утверждает твою жизнь, это передаётся дальше по наследству. Точно так же, когда Бог говорил потом, если мы читаем книгу царств, там написано, да, что потомки уже несколько десятков, ну и только несколько поколений спустя, Бог говорил, но ради Давида я помилую тебя, или ради Давида я сохраню трон за тобой, я сохраню царство за тобой ради Давида. Вот что значит Божие благословение. Когда Бог благословляет, это хватит тебе, это хватит твоим детям, это хватит их детям, их детям, и так до тысячи поколений. А когда человек сам это делает, когда человек пытается сам утвердиться без Бога, это, знаете, это через Бога, это вот, как вам сказать, я не знаю, как правильно это выразить словами, вот когда человек сам старается, это вот, это не приносит такого удовольствия, когда ты это делаешь с Богом. Это, во-первых, и это не так стабильно, когда это делается с Богом, и это не так благословенно, когда это делается с Богом. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами открыли Библию. Я хочу вам прочесть один стих, который объясняет всё то, что я сегодня хочу вам сказать. Это то, что Бог мне сказал во время поездки в Европу. Я вам чуть позже поделюсь всем тем, что произошло в Европе, как всё прошло. Я поделюсь, но сначала я хочу прочесть вам этот стих. Притчи 10.22. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Ещё раз хочу повторить. Притчи 10.22. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Вот что Бог делает, когда Бог утверждает твоё служение, когда Бог утверждает твою карьеру, когда Бог утверждает твою семью, когда Бог утверждает твоё благословение. Оно обогащает и печали с собой не приносит. Сейчас на своём примере, что-то мне прям так темно, как будто бы все темно со всех сторон, просто освещения мне тут не хватает, и поэтому что-то не прям так видно. Ребятки мои, любимые мои, дорогие мои, если я не читаю ваши сообщения, вы простите, я потом прочту это все, потому что с трех сторон плывет чат, и, скорее всего, я не заметила или ваше сообщение, или не заметила вас и лично не поздоровалась, но в любом случае, знаете, что я вас всех люблю, изо всех каждого из вас молюсь, поэтому и не важно, что я вас замечаю или не замечаю, самое главное, Бог вас замечает, самое главное, Бог вас любит, и это Он творит чудеса в вашей жизни, хорошо? Вот, итак, давайте, прежде чем поделюсь тем посланием, которое Бог дал мне, это было мое откровение, и это то, что Бог сделал с моим мышлением, и я уверена, что это принесет также очень огромную пользу каждому из вас, и смотрите, я поехала в Германию, и вообще изначально, ну, раз такое дело, я думаю, что нужно поделиться, зачем я вообще туда поехала, и хочу вам сейчас рассказать, что в начале этого года, как я уже делилась в предыдущих видео, что у меня в планах не было ехать в Европу, у меня в планах не было там, ну, то есть именно в этом году, да, у меня ни возможности, ни, ни, то есть даже мысли об этом не было, чтобы вы понимали, какая я чуть-чуть лохматая сегодня, ну, ладно. Итак, у меня вообще ни мысли об этом не было, ни денег на это не было, вообще даже молиться я об этом не могла, но помните, мы брали летом сорокадневный пост, мы когда брали коллективный сорокадневный пост, во время этого поста, когда я тут вот сидела и молилась, Бог мне показал одну мою сестричку в Германии, которая живет, с которой я познакомилась примерно три месяца назад, по, может, три-четыре месяца назад по Ютьюбу, она увидела мой Ютьюб, она мне позвонила, и мы с ней поговорили, и знаете, у нее как бы была не очень легкая жизнь, и мы помолились, и вот с тех пор мы начали с ней общаться. И я очень долго искала ей церковь, я очень долго искала человека, ну, служителя, который провел бы ей водное крещение, но слава Богу, потом мы нашли брата Владимира, который служит в Германии, и слава Богу, он взял ее у нас под свое попечение, служит ей, общается с ней. И вот, и в принципе, ну, как бы передала в надежные руки, да, и все, и мы время от времени так переписывались с сестричкой, и вот во время вот этого вот поста, когда я сидела здесь, молилась, то есть я молилась совсем о других вещах, я сидела, молилась, и голова моя была забита совсем другими заботами, хлопотами, и тут я ясно и четко вижу эту девочку, я вижу ее в видении, и я слышу, Бог мне говорит, «Езжай в Германию, ты нужна ей». Я подумала, может, мне показалось, мы часто так делаем, да, может, мне показалось, и это не то, чтобы я не хотела, я наоборот, очень хотела, я давно мечтала поехать в Европу, я вообще когда-то долго молилась, чтобы Бог меня перевез в Европу, но об этом я потом в другой раз поделюсь, а сегодня давайте я расскажу дальше об этой сестричке, и вот, и он мне снова ее показывает, и он мне говорит, «Езжай к ней, ты нужна будешь ей». И я говорю, «Да, Господь, хорошо». Ну, естественно, когда ты слышишь такое повеление от Бога, у тебя сразу же разум начинает, «А как я это сделаю? Откуда я деньги возьму?» Ну, чё я там, ну, как она на это отреагирует? То есть все вот это вот вдруг у меня в голове всплыло, но я начала, «Господь, если это твоя воля, я хочу подтверждение, я хочу, чтобы ты мне показал еще раз или как бы сказал через других также людей и так далее». И тут мы снова созвонились с этим братом из Германии, Владимиром, который очень много помогает, очень много людей ведет онлайн. И я говорю, вот, Владимир, вот так-то так мне Бог говорит приехать в Германию и послужить этой сестре. И он говорит, «Прекрасно, тут очень много людей, которые хотят, чтобы ты приехала и послужила им, поэтому давай езжай». И я поняла, что Бог мне говорит, чтобы я поехала, послужила этим людям, да? Я говорю, «Аминь, Господь». Все, если ты это делаешь, значит, ты все и все расположишь, ты все организуешь, ты все обеспечишь, так что я вообще не переживаю. И реально у меня вообще ни грамма переживания не было по этому поводу. И знаете, это было в августе, в сентябрь мы начинаем оформлять визу. Я должна была поехать со своей Леночкой, но Леночке отказали визе, и поэтому мне пришлось поехать одна. И так случилось, что буквально за неделю до моего прилета или за 10 дней до моего прилета у этой девочки, которую Бог мне показал, погибает муж. И представляете, и я понимаю, что… И мне прям так захотелось быстро уже к ней попасть, потому что мне хотелось ее утешить, мне хотелось поддержать ее, побыть рядом с ней. И потом мы когда… Конечно, я поехала, мы с ней провели очень много времени вместе. Мы с ней вместе поехали вот в Швейцарию. Господь благословил нас финансами, что мы могли вдвоем поехать в Швейцарию. Просто вот, знаете, я могла вот просто вот послужить этой сестре. И знаете, что я увидела? Насколько наш Бог, Он очень заботливый, насколько Он печется о каждом. Он уже тогда летом, когда Он мне сказал, показал ее и сказал, «Изжай к ней, ты будешь ей нужна». Я думала, ну как бы зачем… Ну как бы у нее прекрасный муж был, у нее прекрасная семья, и как бы человеку не до меня. И мне Бог говорит, просто «Изжай». И когда я поехала, да, естественно, это была как бы трагедия, и сестричку до сих пор поддерживаем и так далее. Но я вообще насчет того, чтобы поделиться об этом или не делиться, я очень долго думала. Но Бог мне сказал, что я должна с вами поделиться, так как очень много людей, как мне Бог показал, что очень много людей, они думают, ну вот я живу, да, как бы обычной жизнью. Да, вот Ахмарала, она там служит, вот она такая помазанная, вот такая избранная Бог, и отвечает на ее молитву. А я кто такая? Я ничего такого не делаю для Бога. Я вот живу сама по себе, и Бог, наверное, даже и не знает о моем существовании. Это вранье сатанинское. Это вранье. Если вас посещают такие мысли, я хочу вам сказать, что Бог печется о вас, Он знает вас, Он знает то, что у вас на сердце, Он знает, что с вами происходит, Он знает все мысли, которые у вас в голове. Я хочу вам сказать, что Он заботится о каждом из нас. Он не выделяет, вот Ахмарал такая особенная, а ты, вот Жанара, простая. Нет, все вы особенные для Бога, все мы особенные для Бога. Делаем мы что-то для Него, не делаем. Божья любовь не измеряется нашими делами. Ты особенный. И знаете, вот когда я настолько восхитилась, да, я просто, я не люблю это слово, что я поразилась, да, всем тем, что произошло, но насколько Бог, Он заранее знал и заранее как бы подготовил, да, и то есть Он дал мне возможность послужить сестре, а сестру как-то вот попытку, ну, как бы сестру утешил через меня, да, и опять-таки я не говорю, что она полностью сейчас исцелилась, исцелилась это время, это скорбь, и Иисус к нам сказал, мы скорбим со скорбящими вместе, с плачущими мы плачем вместе, да, вот, и, ну, Бог знал заранее, заранее Он знал, что это произойдёт, и ей нужна будет поддержка. Насколько Бог, да, здесь, конечно, вытекает очень много вопросов, почему Бог Его не воскресил или не исцелил, или почему, да, но сейчас речь не об этом, сейчас речь не об этом, если мы будем копаться, мы можем копаться, вот, вот, знаете, вот бесконечно почему-то, и вообще мы уже придём уже к тому вопросу, зачем Бог нас вообще тогда создал, да, речь сейчас не об этом, это совсем другая тема, но сегодня речь о том, что Бог заботится о каждом из вас, о каждом из вас, Он знает, что будет завтра с нами, Он знает, что нас ожидает, и знаете, Бог, и это уже не первый случай, когда Бог заранее уже подготовил для какого-то человека вот такую вот подушку, чтобы, вот, поддержку, да, заранее, потому что он знал, что надвигается, и вот, видя всё это, знаете, пережив всё это, я понимаю, насколько наш Бог, Он любящий Отец, насколько любящий Отец, и кто-то из вас будет видеть Его любовь, а кто-то будет искать негатив, а почему Он тогда это не сделал, а почему тогда Он дьявола не сотрёт, а почему тогда Он сатану не убьёт и так далее, то есть есть определённые вопросы, на которые ты получишь ответ только на небесах. Я хочу вам сказать, да, есть некоторые ответы, которые нам доступны только в духовном мире, и пока мы здесь, на физическом мире, мы не получим ответы на некоторые вопросы. Опять-таки я не говорю, что нельзя задавать вопросы, нужно задавать, искать, и Бог сказал, кто ищет, тот всегда находит, кто стучится, тому оттворят, да. Вот такая вот история произошла, и это была самой главной целью, почему я туда вообще поехала, но мы приехали туда, и очень много людям, слава Богу, была возможность послужить. Дух Святой творил такие чудеса, исцеление, освобождение, слава Богу, и познакомилась с очень многими прекрасными людьми. То есть, если как правильно сказать, изначально я думала, что я просто вот послужу сестричке, помолюсь за неё, да, но вот то, что Бог мне сказал, езжай, и то, что я видела, это я видела, оказывается, только поверхность, оно, приехав туда, начав служить с этими людьми, я начала ещё глубже понимать вообще Божию цель, Божий, планы Божии, вот правильно Бог сказал, мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли, и Он сказал, мои пути выше ваших путей, да, и то есть часто в нашей жизни происходят определённые вещи, ты сейчас видишь только поверхность, и ты много чего, возможно, не понимаешь, и, возможно, много чего, знаете, возможно, ты просто задаёшься вопросом, Господь, что происходит в моей жизни, зачем ты меня привёл в это место, зачем ты меня посылаешь туда, зачем вот эти обстоятельства происходят в моей жизни, точно так же, когда Бог меня привёл в родительский дом, когда я сутками, ну, не сутками, но с утра до вечера мыла эти посуды, я не понимала, Господь, зачем всё это нужно, у меня такое ощущение было, что я просто трачу время, да, но Бог, Божьи планы, они намного глубже, и вот эти вот каждые моменты нашей жизни, каждые ситуации, обстоятельства нашей жизни составляют как пазл общую картину, когда проходит определённое время, просто оглядываясь назад, ты понимаешь, а вот зачем это всё нужно было, поэтому просто хочу вам сказать, что если в вашей жизни сейчас происходят определённые вещи, и вы задаётесь вопросом, что Бог вас оставил, или Он вас забыл, или что вы оказались не в том месте, не в то время, хочу сказать, что Бог всегда контролирует всё, Бог всегда контролирует всё, и сейчас, сейчас дайте мне секунду, я отключу чат, потому что вы сейчас отвлекаетесь, ребята, кто сидит в чате, вы просто отвлекаетесь, и то, что я хочу вам сказать, вы сейчас пропустите, поэтому давайте я сейчас отключу чат. Прекрасно. Сейчас не время переписываться, ребята, сейчас время слушать, потому что у Бога есть важное послание сегодня, утешение, послание, назидание, наставление, поэтому потерпите со своими переписками, потом мы будем общаться, хорошо? Итак, вот, и поэтому я хочу сказать, что ты не можешь сделать что-то, что будет вне его внимания, Бог всё контролирует, Бог, он знает от начала до конца, единственное, у тебя есть выбор, или ты будешь жить по его воле, или ты выйдешь из него, и будешь делать то, что ты хочешь, своевольничать, и тем самым ты просто разрушишь свою жизнь, а Бог хочет, чтобы мы шли за Ним, чтобы мы были послушны Ему, потому что Его воля, она благая, угодная и совершенная, и Его намерения, они во благо, а не на зло, и вот поэтому просто, сейчас, секундочку, поэтому, поэтому просто доверьтесь Богу, Он лучше знает, что вам нужно, окей? Вот это была как бы такая вводная часть, зачем я поехала в Германию, и так хочу сейчас поделиться тем откровением, которое Бог мне открыл, что очень многим людям мешает прорваться, очень многим людям мешает получить свое благословение. Теперь, смотрите, теперь, чулка моя мешает, сегодня я сейчас хочу открыть свою запись, обычно я вообще не веду записи, но сейчас мне запись нужна, потому что, знаете, вот такая вещь произошла в Европе, когда я там находилась, дело в том, что Бог, ну как бы, Бог начал меня там благословлять, да, Бог начал просто вот, то, что я просила, Он начал давать больше, чем я ожидала, Он как бы превосходил мои ожидания, и столько всего произошло, и тут, и у меня как бы возможность появилась, да, поехать в Швейцарию, и знаете что, если вы смотрели записи конференции, я говорила, и в принципе в предыдущих эфирах я тоже говорила про наше мышление, наше нищенское мышление и так далее, и в этот раз у меня, как бы, знаете, когда Бог начал меня благословлять, ну то есть у меня была возможность, да, поехать в Швейцарию, остановиться, ну как бы, если раньше я привыкла жить только в хостелах, откровенно признаюсь, я раньше позволяла себе только жить в хостелах, то есть постоянно экономить на поездках, то есть всегда считала копейки и так далее, а в этот раз Бог дал возможность остановиться в гостинице, то есть в гостинице с собственным санузлом, с душевой кабинкой и так далее, но если кто не знает, что такое хостел, хотя я уверена, что вы все знаете, что такое хостел, окей, ладно, проехали, вот, и знаете, когда мы заехали, я приехала в Швейцарию, заехала в эту гостиницу, что-то внутри у меня началось, что именно? У меня было чувство вины, у меня было чувство вины или как будто, типа, ну, почему я, ну, вот, вот почему я остановилась в этой гостинице, я же должна была сэкономить и остановиться в хостеле, ну, еще все так дорого тут, чувство вины меня просто не покидало, это во-первых, во-вторых, у меня постоянно была какая-то внутри тревога, что что-то сорвется, и эта поездка обломается, и я, короче, разочарованная уеду отсюда, то есть внутри у меня появились какие-то тревоги, какие-то переживания, чувство вины, и это было первые два-три дня. До этого, я хочу вот вам сообщить, да, до этого, если у меня были поездки там и так далее, то есть я старалась всегда питаться в каких-то донервных, да, экономить, потом останавливаться в хостелах, ну, как бы покупать самые дешевые билеты, там, хоть пускай будет 10 пересадок, но зато дешево, то есть вы понимаете, если вы не понимаете, я очень рада за вас, значит, вы, значит, вы жили в достатке, вы жили в благословении, вы не знаете, что такое нищета, недостаток, я очень рада за вас, но я сейчас конкретно говорю о себе, если вы себя узнаете, значит, то, что я вам сегодня, чем вам поделюсь, будет полезно и для вас, поэтому вот когда у тебя в детстве, ты жила в недостатках постоянно, знаете, вот копейки считала, что хлеб купить, или то, что если на столе, когда, если на столе были какие-то вкусности, типа вафли, печеньки, конфеты, это была уже роскошь, хорошо, окей, не думайте, что я вообще-то такая в нищете выросла, но большинство времени у нас было такой вот нехватка, вот мы постоянно нуждались, короче, вот в нужде, одним словом, вот, и я знаю, что в 90-х годах очень многие семьи страдали этим, очень многие из нас, а мы знаем, что такое вырасти в нищете, и когда Бог начинает тебе давать достаток, ты это не можешь принять, у тебя чувство вины, как будто ты этого недостойна, если вы знаете, о чем идет речь, пожалуйста, просто напишите плюсики, поставьте, чтобы мне не казалось, что я одна такая лошпечка тут сижу, что многие из нас страдали этим, и вот, я сейчас никого не виню, я не виню наших родителей, потому что им было тяжело, они из кожи вон особенно, вот я смотрю на своих родственников, я помню в 90-х годах, что только они делали, чтобы хоть как-то выжить, хоть как-то прокормиться, хоть, было очень тяжело, мы, я просто из Казахстана, бывшая СНГ, когда СССР распался, было очень тяжело, еще мужчины начали пить, а женщины начали как-то выживать и кормить своих детей, поэтому мы выросли в нищете, ну, как бы в нищете, в нужде, и очень часто голодали, и поэтому вот то, что я сейчас буду говорить, оно знакомо очень многим людям, и вот тут, это была моя первая поездка, когда я не нуждалась ни в чем, и вот поэтому я хочу поделиться тем, что Бог мне начал говорить, и Бог начал открывать мне через эту поездку, до этого, вот я вам откровенно поделюсь, до этого, вот до этой поездки в Европу, вообще точнее вот в Москве, Москве, да, мы ни в чем не нуждались, но давайте я вот конкретно про себя сейчас в Германии, то, что произошло, да, до этого все поездки, если я ездила у кого-то брать интервью, я останавливалась в хостелах, если я ездила на служение в другой город, в другую страну, то есть я всегда экономила, и питалась таких, ну, как бы дешевых таких закусочных, да, и экономила, и, ну, старалась вот свести конец с концом, как правильно выразиться, вот, и это была первая поездка, когда Бог меня так благословил обильно, да, что я, что у меня была возможность остановиться не в хостеле, а в гостинице, да, и питаться в нормальных ресторанах, ну, как бы, я не говорю, что мы там, о, там, начали сразу же шиковать, нет, когда, когда ты живешь в таких условиях, и когда Бог дает тебе возможность нормально питаться в нормальном месте, и жить в нормальном месте, ну, как бы, в гостинице, ты, наоборот, у тебя стоит барьер, у тебя стоит барьер, и ты не можешь себе этого позволить, и ты все равно уже по привычке начинаешь искать самое дешевое жилье, самые дешевые ресторанчики и так далее, да, вот это начало со мной происходить, первые два-три дня, когда я вот ходила, на цены смотрела, экономила, и старалась хостел забронировать, потом мне как-то стыдно стало, мне как-то стыдно стало, и я потом говорила, Бог, откуда это у меня, что у меня сейчас происходит, почему я вот, вот, например, потратила вот такую сумму на гостиницу, и почему мне сейчас стыдно, вот как будто я вот что-то плохое сделала, почему это со мной происходит, Господь, покажи мне, и Бог снова меня возвращает в мое прошлое, и Он начинает показывать, что со мной в детстве происходило, оказывается, в детстве каждый раз, например, мне, я вторая девочка, второй ребенок в семье, вторая девочка, и у меня есть моя старшая сестра, так как она первенец, и у нас два года разницы, моя мама старалась всегда покупать ей новые вещи, а я потом донашивала после нее, да, и каждый раз, когда я хотела какую-то новую вещь, мне обещали, да, да, в следующий раз мы тебе купим, но потом в самый последний момент обламывалось все, и мне говорили, ты, в общем, потерпи, нам надо вот это, на эти деньги лучше на это потратить, поэтому, ну, в общем, нету тебе, ну, короче, платьишка или туфельки и так далее, то есть, знаете, обламывалось то, что ты, я сильно ожидала, например, в детстве, это новые платья, новые туфельки, и я прям ждала, что вот они же обещали, что первые, перед первым сентябрем или там летом, что мы куда-то поедем, или что они мне купят, обламывалось, и это не происходило, это раз произошло, это два раза произошло, это три раза произошло, то есть, очень много раз, или это обещали тебя сводить в парк аттракционов, и там хорошо погулять, но опять что-то срывалось, и денег не хватало, и опять обламывалась наша поездка в парк, и когда вот с каждым разом в детстве, оказывается, все это происходило, у меня внутри уже закладывалось, что если что-то я хорошее ожидаю, это все равно не произойдет, то есть у тебя уже ожидание, что это все равно сорвется, или обломается, или ты опозоришься, потому что в школе, оказывается, я начала, бог мне начал напоминать, что помните, в школе раньше были осенние баллы, вот когда мы в платьюшках должны были выйти и так далее, то есть на таких мероприятиях школьных, часто не бывало возможности покупать платье или туфельки, и я помню, как-то вот я выпросили у двоюродной сестры платье, ее туфли, естественно, платье мне было большое, туфли были большие, и один раз вот во время новогодних этих, новогоднего бала, когда помните, мы там кружили вокруг елки, зачем это все надо было, ладно, суть не в этом, вот мы когда вот кружили, у меня туфли слетают, я остаюсь без туфелек, дети надо мной смеются, потому что туфли были большие, и это, и платье спадало, то есть опять-таки облом какой-то, это же ранит ребенка на самом деле, да, и когда это ранит, это опять-таки уходит в такие негативные убеждения, вот эти твердыни, да, дьявольские, что ничего в твоей жизни не будет, и вот из-за вот таких вот ситуаций в жизни произошли вот такие вот выражения, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Помните это выражение? Мы часто такое говорили, когда что-то происходило хорошее в нашей жизни, мы уже опасались, опасаешься, что что-то здесь не то, что-то должно произойти, да, какой-то облом, какой-то позор, или какой-то срыв, и это срывается, то, что ты так сильно ожидал, а потом ты говоришь, ну, я так и знала, что это не произойдет, ну, я так и знала, что это не будет моим, или я так и знала, что я это не куплю. То есть мы всегда, когда что-то хорошее говорили, ой, что-то хорошее происходило в нашей жизни, мы уже опасались уже с надеждой, что что-то плохое должно произойти, а потом мы еще говорили, ну, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Понимаете, сколько неправильных убеждений у нас, сколько твердынь, ложь сатаны, и мы в это привыкли верить. И поэтому, когда Бог начал меня благословлять, у меня уже чувство вины, что что-то здесь, ну, я не должна этим наслаждаться, я не имею права этим наслаждаться, я не имею права вот тратить, вот, например, деньги на гостиницу или жить в гостинице, да. Хотя, если так посудить, ну, я работала раньше в лакшери отеля, да, я не думала, что у меня есть проблемы, в том-то и дело, почему я с вами сейчас об этом делюсь. Я была уверена, что у меня этих проблем нету, потому что Бог начал с моим мышлением, с нищенским мышлением, работать вот с мая месяца, да, Он начал меня многому обучать. Я думала, что я прошла это обучение, что у меня все прекрасно, но когда я приехала в Швейцарию, и я вам так хочу сказать, что на данный момент самая дорогая страна, в которой я была, это Швейцария, то есть там очень, очень, очень дорого. Вот. И когда я начала тратить, например, вот столько денег на еду, хотя вроде обычное кафе, и это, я думала, то есть я начала снова считать деньги, хотя бы у меня была возможность не считать деньги, но у меня прям, вот знаете, что я должна экономить, потом я начала, я уже понимаю, что что-то не то, неправильно, я задаю вопрос, что сейчас со мной происходит, что это, это же ненормально. И он мне говорит, Ахмара, у тебя до сих пор вот дух страха, что что-то ты потеряешь, что что-то сорвется, что что-то плохое должно произойти, тебе нужно освобождаться от этого, тебе нужно освобождаться вот от этого ожидания, что что-то плохое должно произойти с тобой. Понимаете? Что это сорвется, что это обломается, что ты разочаруешься, то есть вот это вот подсознательное ожидание, а в Библии написано «по вере твоей будет тебе». И когда ты подсознательно веришь в то, что что-то плохое должно произойти, что если что-то начало хорошо складываться в твоей жизни, так что-то не то, так что-то должно произойти. И вот, естественно, после того, как ты ожидаешь плохое, оно произойдёт с тобой, потому что ты ждёшь этого, ты веришь в это, ты просишь подсознательно, хоть ты и словами, и мыслями не просишь, но подсознательно ты просишь, что что-то должно произойти плохое. И я потом сказала, Господь, как мне от этого освободиться? Ещё вот в своей записи увидела в школе «Мальчик влюбился в мою подругу», а этот мальчик мне нравился, а этот мальчик влюбился в мою подругу. Опять облом, да? И то есть после вот таких вот ситуаций в твоём подсознании, в твоём мышлении складывается, что кто-то вот другой, кто-то другой достоин хорошего, кто-то другой достоин любви, кто-то другой достоин красивых платьев, туфель, кто-то другой достоин жить в гостинице, но ты не имеешь права и так далее. Вот, а и откуда это всё? Это всё вот у нас тянется ещё вот с нашего детства, а Бог хочет освободить нас от всего этого. И Бог мне сказал, ты моё дитя, и ты трудишься для меня, и я хочу вознаградить тебя, я хочу радовать тебя. И вот затем Он мне начал говорить, что Божие благословение, оно обогащает и печали с собой не приносит. Это Божие благословение. Знаете, я очень умею, прям умею давать, и я думала, что я умею принимать. Оказывается, я не умею принимать. И Бог начал мне говорить, Ахмарал, тебе нужно учиться. Я хочу предельно быть откровенными с вами. Я не хочу из себя строить, что я там супер-пупер духовная, что у меня всё тип-топ, что я всё знаю. Нет, я просто хочу то, что Бог мне открывает, то, с чем Бог работает внутри меня, что Он делает внутри меня. Я хочу делиться с вами, чтобы и это и вам было полезно, чтобы и вы обучались этому. Поэтому откровенно говорю, я думала, я умею принимать и давать, а Бог мне говорит, ты умеешь давать, но ты не умеешь принимать. Когда сестричка подошла, она мне дала пожертвование, я прямо ужаснулась. Я говорю, нет. Это было очень смешно. Вы видели бы моё выражение лица. Она мне даёт конверт, там деньги. И когда я увидела, я говорю, нет. И вот так выкинула аж. Представляете? Я говорю, нет, тебе нужнее. Я говорю, я не возьму это. Я говорю, это тебе нужнее. Я не могу, говорит, это взять. И она мне говорит, ну, Бог мне сказал тебе дать для оборудования. И я говорю, просто мне неудобно так брать. И она говорит, это Бог тебе даёт. А потом у меня вот это началось, я начала и спрашивать Господь, что со мной? Что со мной происходит? Что это за корень, который меня держит? И оказывается, представляете, и у меня, оказывается, вот до сих пор стоял блок, который говорил, да, вот это, да, можно. Я это принимаю. А иной, если это будет что-то сверх этого, о, нет, нет, я уже этого боюсь. Я не умею это принимать. Я не хочу это принимать. Я недостойна, представляете? А это было подсознательно. Я не понимала, что у меня до сих пор мышление такое. И Бог через именно поездку, мы там провели в Швейцарии пять дней, и через эту поездку Бог начал конкретно менять моё мышление. Он начал показывать, знаете, вот он начал обнажать то, что внутри меня, что я не понимала. Он начал это выводить на свой свет, чтобы разобраться с этим, не осудить меня, не упрекнуть меня, не критиковать меня, а разобраться с этим, потому что с этим нужно разбираться. Мы дети Божии. И в Библии написано, сейчас я вам просто один стих за другим буду читать. В Библии написано, книги Псалом 83, 12. «Ибо Господь Бог есть, солнце ищит, Господь даёт благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». «Господь даёт благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». Это одно. Там, на самом деле, очень много таких стихов. Но я вам просто вот на примере, пожалуйста, найдите эти стихи, выпишите то, что я сейчас это делаю. Выпишите эти стихи и начните своё мышление менять через Слово Божие. Второе. «Иоиля 2, 23. И вы, чадо сиона, радуйтесь и веселитесь, о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет не спасать вам дождь ранний». Господи, у меня прямой эфир идёт, а кто-то мне звонит. «Дождь в меру и будет не спасать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде». Псалом 30, 20. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя перед ценами человеческими». Исход 23, 25. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и вино твое, и воду твою, и отвращу от вас болезни». И, наконец-то, притча 10, 20. «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит». Бог говорит, «Вы мои дети». И всё это богатство земное я создал для людей. И я уже говорила на эту тему тоже, но это теперь открылось для меня совсем с иной стороны. И знаете, Бог от славы в славу будет поднимать нас. Он не сразу даёт. Если Он сразу даст, мы с ума сойдём. Поверьте, если Он всё сразу даст, мы с ума сойдём, потому что Бог хочет, чтобы мы научились управлять. Не быть рабами богатства или благости, которые Он даёт, но Он хочет, чтобы мы научились управлять всем этим. Понимаете? Бог нас создал управляющими. Он сначала создал всю землю, все творения, животных, все полезные ископаемые, все богатства земли Он создал. Затем Он создал Адама и Еву и потом сказал, владычествуйте. Одним словом, управляйте. И точно так же Бог хочет, чтобы мы научились управлять. Но я поняла, Бог очень сильно не хочет, чтобы это управляло нами. Нет, это мы должны этим управлять. Поэтому Он нас будет учить управлять этим, давая нам мало по-малому, потому что Его Слово гласит, был верен Ты в малом, над большим Тебя поставлю, над многим Тебя поставлю, доверю Тебе больше, и поэтому Он будет мало по-малому, но в каждом уровне Он будет менять наше мышление. В каждом уровне, над каждой мерой Он будет работать с нашим мышлением и готовить нас к этому. Точно так же, когда мы идём в школу, есть 11 классов и есть программа для каждого класса. Первоклассники не учат тому, чему обучают 11-ти классников. Точно так же у Бога есть свои уровни. Бог учит шаг за шагом, мало по-малому, каждого из нас, наше мышление, наши привычки, нашу веру, наше поведение. То есть Он всё меняет мало по-малому. И поэтому то, что Он меня научил и меня именно во время вот этой поездки, Бог мне сказал, ты должна научиться принимать и ты должна научиться наслаждаться. Так как в Библии очень много раз написано, что Он даёт нам для наслаждения нашего. Даже в Новом Завете это написано, что Он даёт нам всё в меру для наслаждения нашего. А Бог мне дал возможность жить в гостинице, а не в хостеле. И я жила в гостинице, но я не наслаждалась, так как у меня было вот это чувство вины, что я недостойна или не заслуживаю. Бог мне начал говорить, это я тебя благословляю, это я тебе даём. Если я тебе даю, значит, я хочу именно тебе дать. Я хочу именно, чтобы ты научилась наслаждаться. Я говорю, Господь, хорошо, аминь. Я хочу этим. И Он мне начал говорить, вот это вот горькие корни, которые в детстве у меня были, постоянно привычка обламываться, да. Он говорит, вот Он начал говорить, убирай, избавляйся от этих корней. Начни уже, вот войди вот в сыновство полностью, да, войди вот и принимай. Ты дочь моя, я твой отец. Принимай это, принимай, потому что Он, Его Слово говорит, да, если вы будете послушны мне. Иисус тоже говорит, если вы будете соблюдать Слово Моё, то чего не попросите Отца Моего Небесного, то даю вам. И вот тогда вот Бог мне открыл. Из-за того, что вот у нас у многих такое мышление, чувство вины, осуждение, что мы недостойны принимать Божие благословения или мы недостойны принимать Божие наслаждения, благость, да. Мы сами блокируем то, что Бог хочет нам дать. Да, мы можем словами просить Господь, благослови меня машиной, благослови меня там собственной квартирой, благослови, но наше подсознание будет кричать обратно, нет, я не достойна этого, я не должна наслаждаться, я не должна этим жить. То есть понимаете, вот это вот нищенское мышление, которое с 90-х годов тянется, ещё плюс вот это религиозное учение, что ты духовной тенды не должен ничего материального просить. Всё это складывалось годами и всё это у тебя было в мышлении годами. Естественно, это не быстро уходит, это нелегко быстро от этого избавиться, но шаг за шагом постепенно Бог будет преображать наше мышление, Бог будет преображать наше подсознание, наши мысли и, соответственно, наше поведение. Вот это то, что я хотела сегодня с вами поделиться, просто, знаете, давайте мы проанализируем себя, вот просто представляете теперь себя, Господь, если скажет вам, вот я хочу, например, да, чтобы ты поехала и, ну, я не знаю, вот жила в какой-нибудь красивой гостинице или полетела на бизнес-классе, да, или там это, как ты себя почувствуешь, скажешь, ой, нет, вместо того, чтобы тратить деньги на это, я лучше то-то-то-то-то-то-то куплю, да, вот, оказывается, вот это вот то, что мы думали раньше, чем я это куплю, я лучше, вот, то есть в детстве мы привыкли, чем покупать одну вещь за качественную, одну вещь за 100 долларов, мы лучше по 10 долларов 10 вещей купим, но зато много, да, то есть мы привыкли всегда брать самое дешёвое, самое, может, некачественное, но вот к этому привыкло твое мышление. Естественно, если ты была научена этому, ты бы привыкла так жить, естественно, нелегко будет сразу, вот, ну, как бы преобразиться и покупать качественную, может, и дорогую, но зато качественную вещь, да, то есть, ну, как бы лучшую вещь, чем какую-то дешёвку, которая будет постоянно там рваться и так далее. Вот, но если мы с Богом продолжаем исследовать Его Слово, когда мы живём в Его истине, Его истина начинает нас освобождать вот от всего того, что мы внутри ещё имеем. И это постоянный процесс, это постоянный процесс, он меняет нас, он исцеляет нас, он очищает нас от этих горьких корней, он преображает нас от славы в славу, да, как написано, из веры в веру. Вот, поэтому это всё процесс, так что здесь нету какого-то стыда, здесь нету осуждения. Самое главное нам нужно, чтобы у нас было желание, Господь, и вот я, я хочу меняться, я хочу меняться. Я не говорю, что я всё уже полностью совершенно, я достигла познания. Нет, Господь, я хочу меняться, я хочу ещё больше познавать, я хочу ещё больше преображаться в твой образ. Поэтому не останавливайте этот процесс. Самое опасное, когда человек говорит, я всё знаю, я и так всё знаю, я всё знаю. Вот это вот самое страшное, когда человек говорит, я и так всё знаю, да. То есть мы никогда не придём к концу или вообще к истокам, потому что Бог, Он безграничный, мы в вечность даже будем Его познавать. Вот, сейчас включу чат, чтобы мои деточки продолжили переписку. и чтобы вы могли написать свои мысли. Добро пожаловать. Пожалуйста, не ругайтесь в чате, я вас прошу, хорошо? Вот, Куралай пишет, а Бог хотел, чтобы вы взяли кредиты? Нет, конечно, Бог вообще против, Бог обещал, что мы будем давать взаймы, и мы не будем брать взаймы. Вот, и Бог против кредита. Ну, это я была такая глупая, это я была непослушная, это я не умела доверять, вот поэтому я раньше бегала по кредитам, но, слава Богу, Бог начал меня менять, и Бог начал изменять, ну, как бы менять моё мышление, воспитывать меня. Поэтому это нормально, это нормально, мы все совершаем ошибку, поэтому этот, как его, не надо вот на кого-то смотреть и думать, что кто-то там вот никогда не совершает ошибку. Нет, я тоже совершаю ошибку, поэтому из-за этих ошибок, через эти ошибки, точнее, Бог меня и учит, понимаете? Самое главное – это процесс, Бог работает со всеми нами. Хорошо? Вот, так, вот у меня тоже мышление такое, всё экономлю. Вот поэтому нам нужно просить, Господь, измени моё мышление, я не хочу иметь нищенское мышление, я не хочу иметь нищенский дух, освободи меня от этого, исцели меня, Господь. Но он постепенно, постепенно, смотрите, ещё раз хочу вам сказать, он не будет ваше нищенское мышление менять сразу, давая вам миллионами. Вы просто всё потеряете, вы просто окажетесь вначале, но он постепенно, постепенно, шаг за шагом будет менять ваше мышление. Чтобы избавить вас от нищенского мышления, он сразу слишком много не даст, потому что он не хочет, чтобы это вас испортило. Вот, так. Меня тоже всю жизнь сопровождает страх, то за одно, то за другое. Да, и что поняла, страх может проявляться в разных проявлениях, поэтому страх может быть как вот, что что-то физически с тобой произойдёт, или что ты заболеешь, или ты всё потеряешь. То есть вот этот страх, он не есть от Бога, и поэтому нам нужно, вот у меня страх потерять квартиру. Вот нужно освобождаться от этого страха и сказать, Господь, ты мой корень, ты моя твердыня, ты моя крепкая башня, не убоюсь ужасов, не убоюсь ужасов на чьи стрелы, летящие днём, да, 90-й псалом. И поэтому освобождаться от этого страха. Но самое главное, нужно искать корень от этого страха. Откуда этот страх появился? Откуда? Когда этот страх появился? И прям нужно вот прям корнем это всё вырывать и вместо него сажать Божью истину, что Бог мой обеспечитель, Бог не оставит. И в Библии же написано, что надеющиеся на Господа, они не посрамятся. Страх, что никем не стану. Поэтому вот если у вас есть этот страх, вам нужно искать общение с Иисусом, с Духом Святым. Когда вы познаете Бога, Бог вам откроет, кто вы, вашу Личность. И Он начнёт все эти дары и таланты, которые Он вложил внутрь вас, Он начнёт это высвобождать, Он начнёт это проявлять, Он начнёт их совершенствовать и использовать для своей славы. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Да, мы все хотим от этого освободиться, и это процесс. Поэтому главное — работать над этим, не оставлять это. А у меня есть, ну и ладно с ним. Нет, надо работать, прям спрашивать Господь, покажи мне стихи из Библии, выписать именно про благословение Божие, про Божие обеспечение, про то, что Бог создал нас владычествовать, а не быть рабами этой системы мирской. Мы теперь не принадлежим этому миру, но мы перешли на сторону Бога, на территорию Бога, а там Бог-обеспечитель. Вот поэтому пусть Господь просто открывает свою истину, просто я сейчас работаю над этим, поэтому призываю вас работать вместе со мной над этим, поэтому выписываем все стихи из Библии, размышляем над этими стихами, что Господь, ты сказал, что верующие, уповающие на тебя, они не посрамятся, что это, Господь, ты не посрамишь. Я верю, научи меня доверять, Господь, научи меня освобождаться. Я не умею, Господь. Вот Дух Святой, в Библии написано, что Дух Святой наш учитель, Дух Святой наш наставник. Поэтому Дух Святой я правда не знаю, я не умею правильно думать, я не умею правильно относиться к деньгам, Господь. Я не умею признаваться перед этим, признаваться в этом, открывать это и просить Духа Святого. Дух Святой, ты мой учитель, ты мой наставник, научи меня, Научи меня думать, как ты думаешь. Научи меня относиться к деньгам так, как ты хочешь, чтобы я относилась. Научи меня думать по-царскому, а не по-рабскому. Научи меня думать как дочь, как сына, а не как рабыня. Боже, научи меня всему, и Дух Святой начнёт учить вас. Он начнёт вам или фильмы показывать, или Он начнёт вам людей посылать, которые так живут и которые хотят вас научить. Он начнёт вам Слово Божие давать. То есть Он начнёт это делать, и вы будете видеть. Самое главное у нас желание должно быть — учиться. Учиться, понимаете? А не говорить, типа, ой, я всё знаю, я всё знаю. Самое опасное — это когда человек говорит, я всё знаю. Аллилуйя. И сейчас я хочу помолиться. Давайте мы сейчас будем просить о освобождении от всякого страха, потому что Бог нам не дал духа боязни, духа страха. Нет. Где Дух Господень, там свобода. В Боге нет никакого страха. Поэтому давайте мы сейчас будем молиться, просто прям признавать Господь, освободи меня от всякого страха. Боже, дай мне силу и власть противостать духу страха. Господь, научи меня своим путям. Наставь меня на тот путь, по которому мне нужно идти. И научи меня думать так, как ты думаешь. Хорошо? Господь, мы благодарим тебя. Дух Святой, мы обращаемся сейчас к тебе, наш учитель, наш наставник. Ты наш утешитель. Мы сейчас обращаемся к тебе на основании слова твоего, которое гласит, если двое или трое согласятся на земле просить о чём-либо, то ты сделаешь, и ты дашь это им. И я сейчас соглашаюсь, Господь, со своими братьями и сёстрами в Духе, Господь Божий, за свободу. Боже, за Твоё наставление, за Твоё учение. Господь, Ты наставляй. В Библии также написано, что придёт время, когда друг друга не будут наставлять, но каждый будет наставляем и обучаем Отцом Небесным, Духом Святым, Бог. Мы верим, что это время сейчас, и это Ты нас наставляешь, Ты нас учишь, Господь, Дух Святой. И мы просим Тебя, Бог, открой наш разум, открой наше сердце, Господь, и вырывай, Господь, всё, что не угодно Тебе, то, что есть в нашем разуме, в нашем сердце, Господи, корнем вырывай это всё, Боже. Очищай нас от всего этого, Господь. И я прошу Тебя, Господь, научи нас, Господь, познавать Твою истину. Открой очи сердца нашего, чтобы мы познали Твою истину, которая даст нам свободу от всякой лжи сатанинской во имя Иисуса Христа. Дух Святой, Бог, Ты наставь нас, наставь нас, Господь, Ты, Боже, укажи нам путь, по которому нам нужно идти. Господи, сердце новое и Дух новый, Боже, сотвори внутри нас, Господь. Помоги нам, измени наше мышление, Господь. Научи нас мыслить, Господь, Боже, по Слову Твоему, по воле Твоей, Господь. Научи нас, Господь, думать так, как Ты думаешь. Господь, прошу, благослови нас, Отец наш Небесный. Очисти нас, освети нас, Господь Боже. Омой, Господь, всякую грязь Своей кровью, Господь. И помоги нам, Господь Боже, быть послушными Тебе, быть, Господь Боже, способными учениками. Боже, чтобы у нас было мгновенное послушание. Бог, чтобы мы следовали за Тобой и были Твоими истинными учениками. Господь, благослови. И пусть, Господь Боже, намерение сердца нашего и слова уст наших, и мысли нашего разума будут благоугодны Тебе, одному, дорогой Дух Святой, и чтобы мы делали всегда угодное в очах Твоих, Господь. Помоги нам, Боже. И я прошу Тебя прямо сейчас за каждого моего брата, за каждую мою сестру. Отец мой Небесный, Бог, я прошу Тебя, Господь, коснись каждый разум, коснись каждое сердце. И я прошу Тебя, наполни, наполни своей истиной, наполни своей любовью, своей милостью, Господь, каждый разум. И пусть Твой мир, который превосходит всякое разумение, наполнит наши сердца. И мы нуждаемся в мудрости, Господи, которая исходит от Тебя. Мы нуждаемся, Господь Божий, в духе премудрости и откровения, которые будут управлять нашей жизнью. Помоги нам, Отец наш Небесный. Мы желаем, Господь, учиться у Тебя. Мы желаем измениться. Мы желаем, Господь Божий, преобразиться в Твой образ. Мы хотим этого, Господь. Пожалуйста, веди нас, направляй нас на тот путь, по которому Ты хочешь вести нас. Благослови каждого брата, каждую сестру. Бог мой, дай свободу. Дай свободу во имя Иисуса Христа. И каждый, кто нуждается в исцелении, пусть получит исцеление прямо сейчас во имя Иисуса Христа. И я провозглашаю полное исцеление, восстановление внутренних органов, тела, души, разума, сердца во имя Иисуса Христа. Полное исцеление эмоций и чувств во имя Иисуса Христа. Я прошу, Отец мой Небесный, возьми каждого своего ребёнка под своё крыло. Ты сам позаботься о них, Господь. Потому что Ты наш обеспечитель, Господь. Это Ты нас благословляешь, и Ты наполняешь благами желания наши. Я прошу Тебя, Бог мой, сокрой каждого своего ребёнка в себе, Бог. Сокрой в себе, Боже. Защити ты сам, позаботься о каждом, Боже. Благослови во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. 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 Да, Бог хочет. Иисус же сказал, любите ближнего своего, как самого себя. А мы часто любим ближних, но себя не любим. И мы чаще щедры другим, но очень жадны по отношению к себе. Ну, по крайней мере, я такая была. Мне очень жалко было что-то тратить на себя, но вот на других прям с удовольствием тратилась, с удовольствием покупала и так далее. Я сейчас не хочу показаться, что я супердобрая. Нет, а вот именно мышление. Я вам сейчас искренне говорю, что что-то покупать себе, тратить себе мне было жалко, а вот другим я могла без проблем тратиться. А это вот нищенское мышление. А Бог никогда не будет, знаешь, вырывать у тебя и отдавать другому. Нет, Он тебя так обеспечит, так обеспечит, что ты не будешь брать взаймы, но ты будешь давать взаймы. Он тебя так обеспечит, что ты будешь кормить других людей. Он тебя так обеспечит, что ты будешь благословлять других людей. Он тебя так обеспечит, что ты будешь сама наслаждаться и помогать другим людям наслаждаться. Вот, поэтому, смотрите, Бог любит тебя, и Бог хочет через тебя благословлять других людей, но Он никогда не даст тебе, как бы, знаете, так, что тебе самой не хватает, и Он ещё тебе говорит, ну, как бы, ты не должна ничего иметь, всё, отдавай, отдавай, всё, отдавай, нет. Да, иногда бывает, когда Бог нам говорит, вот принеси это в жертву, или вот это вот посей, или вот это вот отдай, да. Это другая тема сегодня, вот, как, по-моему, Леночка мне рассказала про историю Влада Савчука, я ещё не слышала, но Влад Савчук как-то соделился с свидетельством, когда он купил машину, только выплатил кредит за эту машину, когда Бог ему сказал, я хочу теперь, чтобы ты эту машину отдал этой семье, да, у которых не было машины. Вот, бывает, да, ситуация, когда у меня тоже, он мне иногда говорит такую вещь, как бы, дорогая, ну, как бы, какую-то дорогую, то есть, ну, как бы, любимую вещь, Бог мне говорит, отдай это кому-то. И вот он всегда будет смотреть на наше сердце, не прилиплено ли наше сердце к его благословениям. Вот тогда начинаются проблемы. А если наше сердце прилиплено только к Богу, тогда Богу вообще трудностей не составит тебя благословить изобилием, потому что Иисус сказал в Иоанна 10, 10, что он пришел дать жизнь и жизнь с избытком. Аминь. Жизнь с избытком. И опять-таки, это не означает, что ты станешь миллионером. Да, возможно, кто-то станет миллионером, но жизнь с избытком, это означает, что ты полностью обеспечен, еще плюс ты имеешь возможность помогать другим людям. Вот что такое жизнь с избытком. А вот когда людям все мало и мало, они хотят еще больше и больше, это жадность. Аллилуйя, Аллилуйя. Господь, слава тебе, Дух Святой. Благодарю тебя. Может ли быть жизнь с избытком, скорби и гонения? Конечно. Ну, то есть в нашей жизни и будет и жизнь с избытком, как апостол Павел говорит, я научился жить в избытке, в изобилии, в нужде, в недостатке, в гонении, в спокойствии и так далее. То есть в нашей жизни все будет. И жизнь с избытком будет, и гонение будет, и нищета, голод будет, и насыщаться будем. То есть все будет. Но самое главное, нам нужно, чтобы наше сердце было прилиплено не к благостям жизни, не к Божьим благословениям, а к самому Богу. Вот тогда проблем не будет. Но как только твое сердце начинает прилипляться к Его благословениям, вот тогда проблемы начинаются. Иисус Павлу сказал, что Ему много придется пострадать за имя Его. Да, все служители, все искренние ученики Иисуса, они будут гонимы. Они будут гонимы. Все, не только Павел. Очень многие люди также сейчас страдают гонениями, переживают. И вот просто хочу так коротко поделиться свидетельством. Светланы, она пастор вот Кассельской церкви, куда я ездила служить в Германии. И у них очень много церквей. Они насадили в Пакистане. А сейчас там идут ужасные гонения. И эти гонения, и у них сожгли, по-моему, одну церковь. Да, одну церковь их сожгли. Некоторых служителей избили. То есть это происходит в Пакистане. И она сама очень часто переживает. Гонения, осуждения и так далее, трудности. То есть у меня тоже были проблемы с полицией. И сейчас очень много угроз получаю, например, от людей, которые не хотят, чтобы я проповедовала Иисуса Христа. О скорбях можно говорить, но я не буду говорить о скорбях, потому что когда скорби начнутся, Бог тебя подготовит к этому. И Он тебя, знаешь, укрепит. И с Его силой, с Его благодатью ты пройдёшь любую скорбь. Но если ты пока не готовь, Он не будет тебе этого давать. Он сначала подготовит тебя, Он укрепит. И у апостола Павла не сразу начались гонения. Не сразу. Иисус его призвал, а потом он 11 лет жил в Тарсе, в своём родном городе. Он проходил обучение, он готовился и так далее. И когда он уже был готов к служению, только тогда Бог его призвал, Он начал своё служение. И, соответственно, когда ты служишь, всегда тебя сопровождают гонения, трудности, ненависть, угрозы и так далее. Но опять-таки Он сначала подготовит тебя. Если ты ещё не готов к этим трудностям, гонениям, Он не начнёт служение через тебя. Он сначала тебя затренирует, Он сначала тебя подготовит, Он сначала полностью тебя проведёт через огненную печь. И когда ты будешь готов, Он тебе скажет, всё, начинаем. И нужно понимать, его начинаем сопровождается всегда со скорбями и в то же время благословениями. Поэтому и время благословения, и время гонений, время слёз, время смеха – это всё будет. Но когда ты с Иисусом, тебе ничто не страшно. Ни изобилие не страшно, ни гонения, ни нищета, ничего не страшно, ни болезни, ничего не страшно, потому что у тебя уже есть Иисус, и Он цель, Он центр твоей жизни, Он центр всего того, что ты делаешь. Да, я понимаю, у вас сейчас очень много льстивых проповедников, которые говорят только о хорошем и говорят, всё, расслабься, не надо ни молиться, ни поститься. Это лжеучителя. Так как Иисус сказал, что мы на войне, мы на войне, и нам нужно поститься и молиться, так как все и роты изгоняются только постом и молитвой, и нам нужно бодрствовать и молиться. И поэтому, да, Габриэл, это вы правильно заметили и подчеркнули, сейчас очень много лжеучителей, поэтому нужно быть осторожными, да? Алекс, Франк, а к морал стихи в Библии, как понять, у меня Библия не отмечены стихи? Вы имеете в виду стихи о Божьих благословениях, о которых мы сейчас говорили? Ну, то есть есть, например, если вы в Гугле напишите стихи из Библии о Божьих благословениях, там прям целый список. Вы можете просто… Или, например, стихи исцеления, об исцелении, да, выписать все эти стихи, наклеить везде у себя дома и прям провозглашать эти стихи, и чтобы эти стихи, они у вас укоренились внутри. Если кому нужно исцеление, вы пишите стихи об исцелении, которые провозглашают, что «ранами Иисуса Христа я исцелена». Вы пишите это большими буквами, напишите и постоянно думайте об этом стихе, не о своей болезни, а об этом стихе, что «ранами Иисуса Христа я исцелена». Если вы сейчас находитесь в нужде и вы нуждаетесь Божьим благословением, вы пишите Божьи благословения, прям провозглашайте свою жизнь Божьей благословения. Свобода от зависимости, прорыв, духовный рост. То есть на все темы можно найти стихи из Библии, которые вы можете выписать и которые вам прям необходимы, чтобы вы постоянно-постоянно размышляли над Словом Божиим. Хорошо? Окей, дорогие мои любимые, всё, я отключаюсь. Добрый вечер, как правильно поститься, спрашивают. Наберите в Инстаграме, в Ютьюбе есть Влад Савчук, проповедник, у которого есть прям отдельная тема про пост. Как правильно поститься, зачем поститься и сколько поститься. Влад Савчук, проповедь о посте, там несколько у него есть видео, как правильно поститься. Там уже отдельно вы посмотрите, хорошо? Я молюсь за ваше исцеление во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Хорошо, дорогие, так, следующий эфир. Следующий эфир у нас будет... Постараюсь во вторник провести. Так как до этого у меня встречи и у меня не будет времени на прямой эфир, очень сильно постараюсь во вторник. В любом случае, обязательно подпишитесь на Ютьюб-канал, а потом там есть колокольчик, который нужно нажать, и там все оповещения, да. И когда я буду проводить прямой эфир, я заранее выложу, ну, как бы трейлер, да, рекламу, и это у вас высветится на вашем Ютьюб-канале. И поэтому, и когда я начну эфир, у вас на телефон придет оповещение, что Акма Эстер начинает прямой эфир, да. Так вы не пропустите. Поэтому обязательно подпишитесь и поставьте себе этот, как его, напоминание. Это, во-первых. Во-вторых, всем огромное спасибо за то, что вы поддерживаете меня, за то, что вы молитесь за меня, за то, что вы пишете. И еще хотела сказать, очень много людей написали Кларе, моей помощнице, про личное общение. И очень много людей написали на российский WhatsApp, который мы удалили уже, что тоже хотят личное общение. Потом начали обижаться. Я вам хочу сказать, я не провожу сейчас личное общение. Я сейчас ни с кем не созваниваюсь, ни с кем не встречаюсь онлайн. Я встречаюсь только оффлайн, кто у меня здесь в городе. Но онлайн пока ни с кем не разговариваю, не созваниваюсь. Пожалуйста, поймите, у меня времени, правда, нет. Это не означает, что Ахмарал звезданулась и что такое важное стало, кто-то написал, да. Дело не в том, что стала я важной или не стала. Дело совсем не во мне. Дело в том, что сейчас у нас очень много как бы проектов, над которыми мы работаем. Пожалуйста, поймите, что я целыми днями не сижу за телефоном, я не сижу за соцсетями. У нас тут очень много есть проектов, которые мы делаем оффлайн, и которые не снимаются на видео, которые мы не оповещаем. И у нас сейчас мы планируем, готовимся, вот особенно вот у нас прям будет очень огромное как бы это служение, это подростковое служение. Мы хотим помогать подросткам, которые пережили насилие, которые не знают, с кем об этом поговорить. И для этого мы будем снимать краткометражные фильмы, а это занимает очень много времени, подготовки и так далее. Поэтому мы сейчас заняты этим. Еще плюс у меня эти исцеления души проводятся, да. Вот сейчас мы 10 декабря будет исцеление души в городе Алматы, вход свободный, будет питание, будет кофе-брейк с утра до вечера. Чтобы зарегистрироваться, есть афиша и в Ютьюбе, и в Инстаграме, и там написан номер. Вот, и напишите на этот номер и зарегистрируйтесь, так как без регистрации мы вас туда не впустим, так как нам нужно посчитать количество человек, чтобы подготовиться, правильно? Поэтому обязательно регистрация нужна. Без регистрации вы не попадете туда. Вот, а потом, что еще? Десятого, тренинг служения исцеления души в городе Алматы. Это во-первых. Во-вторых, у нас будут съемки, и для этого, если кто находится в городе Астана, и вы хотите сниматься в наших фильмах, пожалуйста, напишите Кларе. Кларе напишите и скажите, я живу в городе Астана, я хочу сниматься. И Клара мне просто будет передавать ваши контакты. Хорошо? В-третьих, в-третьих, Иисус скоро придет. Поэтому бодрствуйте и молитесь. Поэтому служите и проповедуйте об Иисусе. Просто так не ходите. Своим соседям, своим одноклассникам, своим всем говорите об Иисусе хорошо. Потому что, когда Иисус придет, нам всем нужно будет дать отчет. Скоро придет, спрашивают, когда придет. Скоро придет. Еще последняя новость. Я вчера выложила в YouTube-канал запись конференции из Германии, где исцеление души. Если у вас нет возможности онлайн попадать, ой, точнее, оффлайн на живые встречи попадать, обязательно посмотрите «Исцеление души» в YouTube. Запись. Хорошо? Аллилуйя. Скоро это когда придет. Оля с нетерпением ждет Иисуса. В Библии написано, Иисус сказал, я как тать ночью приду. Когда меньше всего вы его ожидаете, тогда он и придет. Вот. Поэтому посмотрите обязательно запись «Исцеление души» в YouTube. YouTube также называется «Акма СТР». Там вы найдете все ответы на все ваши вопросы. Хорошо? Все. Люблю вас. Благословляю вас. Всем огромное спасибо за ваше пожертвование. Десятины. Мы почти, почти купили все, что нам было необходимо. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот. И поэтому я хочу вас всех поблагодарить за ваши поддержки, за ваши молитвы, за ваши приятные сообщения. Вот. И все. Отключаю TikTok. Пока-пока. Отключаю YouTube. Всем спокойной ночи. Будут скоро еще видео. И мультики еще будут. Так что ждем. Спокойной ночи всем. Пока-пока. Продолжение следует...